Всем привет! Вы на канале Растяжка с Кутузовой. Сегодня мы с вами позанимаемся поясницей. Очень много запросов на тему поясницы. Она болит, болит крестец, отдает в ягодицу и так далее. Сегодня мы с вами будем заниматься такими комплексом соус-упражнений. Эти упражнения не помогут избавиться от перманентного, постоянного дискомфорта в поясничной области. Нужно его искать. Это либо тазобедренные суставы, либо зажатый грудной отдел. То есть поясница на себя берет нагрузку, соответственно, с других областей. Но эти упражнения вы можете делать, если у вас сейчас есть дискомфорт. При этом это должна быть боль не больше 5 баллов по 10-бальной шкале. То есть если это от 5 до 10, то это лучше идти к врачу, потому что, возможно, это воспалительный какой-то процесс. Но если от 0 до 5 вот такая ноющая боль, это либо в течение дня после работы, либо наоборот вы проснулись после сна, да, и такое не очень комфортное ощущение, вы можете сделать эту комфортную тренировку, и вам точно станет лучше. Итак, мы с вами ложимся на спину. Проверяем, чтобы у нас затылок лежал точно, лопатки прилегали, грудной отдел был раскрыт, и ваша поясница была в обычном состоянии. Не проминаете ее, не закручиваете таз, плотно положите крестцовый отдел на пол. Ноги стоят на полу, руки у нас с вами внизу, мы тянемся руками вниз, а макушкой вытягиваемся наверх. И мы начинаем делать с вами тазовые часы. Но тазовые часы будут у нас идти от ног. То есть вы будете не тазом шевелить, не за счет того, что вы поясничную зону напрягаете, то есть мышцы включаете, а за счет того, что вы будете подтягивать стопами к себе таз и толкать от себя. То есть это движение совсем минимальное. Вот сейчас будет зум, вы увидите, что это движение совсем на минималках, и оно идет за счет напряжения задней поверхности бедра, когда мы подтягиваем пятки к ягодице, и отталкивая напрягаем переднюю поверхность бедра. Поделайте так, пожалуйста, 30 раз. Руки у нас остаются вдоль пола. Не поднимайте их наверх. И не провоцируйте большой прогиб поясницы. То есть когда вы прям перекатываетесь. Наоборот, сфокусируйтесь на том, чтобы вы толкали себя ногами. И у некоторых это будет совсем маленькая амплитуда, потому что зажатый поясничный отдел. Ничего в этом страшного абсолютно нет. Замечательно. Мы с вами остались в свободном положении, когда у нас поясница не прилегает к полу, то есть она не вдавлена туда. И мы начинаем с вами работать тазом, перекатываясь на одну половинку. Но опять же, наша задача проверить ноги, которые смотрят они вверх. Две коленки. Одна нога плотно упирается в пол, вторая коленка вытягивается вверх, приподнимается одна половинка таза. И обратно. Мы это делаем не специально. Мы ноги никуда не уводим. Сейчас мы тянемся коленом вверх, напрягая ягодицу, приподнимаем ее. Опускаем обратно. И раз. И два. Когда вы выходите обратно, вы должны чувствовать мышцы пресса. Так, они должны быть в таком предвключенном положении. Четыре. Пять. Шесть. Вот смотрите, это совсем маленькие, неамплитудные упражнения. То есть не нужно делать раскачивание с одной стороны, с другой ротации. Тут нет. Мы вытягиваем с вами бок вслед за ягодицей. То есть у нас провоцирует движение не поясница, а ягодица. То есть наша поясница, она следует посредственно. То есть она не работает сама по себе. Она вытягивается вслед за ягодицей. Замечательно. Последний раз. И на другую. Отлично. Теперь мы с вами будем опускать одну ногу, колено оставлять вверх до той амплитуды, на которой вам комфортно. Вслед за коленом у вас потянутся тазовые кости, подвздошные кости будут смотреть в диагональ. И дальше самое важное, это не опустить ногу, как вы ее поднимаете. Вы должны на выдохе включить мышцы тазового дна, как бы немножечко напрячь пресс. Уйти ребром вниз, потом подвздошную кость тянуть к противоположному ребру с хорошим включенным прессом. Это должно быть на выдохе и медленно. Вдох. И на выдохе мы собираем ноги, мягко перекатываясь обратно. Опять же, это движение в маленькой амплитуде. Пожалуйста, не делайте никаких размашистых движений. И еще. И на выдохе. Вдох. И выдох. Достаточно таких 10-15 повторений. Вдох. И выдох. И еще вдох. И выдох. Замечательно. Теперь мы с вами вытягиваем поясницу вверх. Точнее, поясницу вытягиваем вдоль пола. Макушкой тянемся вверх. У нас тазовые кости как бы отошли от ребер. И мы начинаем подкручивать поясницу, втягивая ягодицы. И обратно складывать на место. Вот сейчас мы провоцируем мышцы пресса, вытягивая поясничную область. И обратно. И на выдохе. В себя. И обратно. И еще. В себя. И обратно. Еще 4 повторения. Отлично. Последний раз. Замечательно. Поднимите таз. Оставьте нижние ребра на полу. Сделайте таз гамаком. Точнее, поясницу гамаком. То есть, вам в таком положении. Мы делаем вдох. Руки наверх поднимаем. Выдох. Руки через стороны вниз. Ягодицы поджаты. Пресс в себя. Ребра близко к подвздошным. Вдох. И выдох. И вдох. И выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Мягко позвонок за позвонком мы опускаем с вами таз вниз. И сейчас мы с вами ноги ставим вместе. Переворачиваемся на бок. На боку кладем руку под голову в удобное положение. Если у вас она совсем скатывается, лучше положить подушечку еще под ладошку. Наши ноги примерно под углом тупым 90-100 градусов. Ну, лучше 100, чтобы удобно было. Рука свободная. Сейчас будет тянуться в диагональ вперед. Колени не сдвигаются. У нас вытягивается поясница. И потом обратно возвращаемся на место. То есть у нас идет вытяжение хорошее. И обратно. Делаем 8 раз. Вдох. И выдох обратно. И еще вдох. И выдох. И вдох. Хорошее вытяжение. Отлично. Добавляем к этому движению разворот грудного отдела. Рука вдоль вашего уха. Не уводите ее сразу в амплитуду. Вдоль уха посмотрите в потолок. И обратно. Не забываем про севое вытяжение. То есть мы тянемся макушкой вперед. Таз опускается вниз. У нас есть небольшое пространство между талией. В области талии. И вниз. И еще разворот. Таз тянется вниз. Макушкой тянемся в другую сторону. Плечи не задираем. И вниз. И последний раз. Хорошее вытяжение. И два. Через упор встаем. Переворачиваемся на другую сторону. Делаем все то же самое. Рука у нас с вами под головой. Вторая. Ноги под углом 190 градусов. Как вам удобно. Свободная рука вытягивается в диагональ вперед. Колени не съезжают. Таз остается стабильным. Раз. И обратно. И вдох. И выдох. И вдох. И выдох. И вдох. Последний раз. И вдох. И теперь будем продолжать движение с ротацией. Вдох. Рука наверх к уху. Посмотрели в потолок. И мягко вернулись обратно. И еще. Вверх. Голова в потолок. И обратно. Повторяем два раза. И вниз. Последний раз. Замечательно. Мы с вами встаем на четыре точки опоры. Мы встаем на четыре точки опоры. Проверьте, пожалуйста, так, чтобы у вас поясница не была прогнутая, живот был подтянут, но при этом копчик не смотрел вниз. Мы сейчас будем с вами раскачиваться назад. И ваша задача не подтянуть живот к бедрам, да, когда мы растягиваем грудной отдел. Наша задача как раз-таки подтянуться назад и отодвинуть седалищные бугры друг от друга. Сгибание происходит в тазобедренном суставе. Если у вас делает таз вот такое движение, то есть ныряет вниз, это значит, что тазобедренный сустав не включается в работу, то есть у вас нет сгибания. И, соответственно, из-за этого у вас, скорее всего, и болит поясница. Макушка вытягиваемся вперед. Очень хорошо плечи опускаем вниз, лопатки тянутся к копчику. И мы начинаем двигаться тазом назад и вперед. При этом не надо прогибать, да, надо работать как раз-таки на удлинении. Мы сделаем четыре раза. При этом пресс у нас очень хорошо работает сейчас. Вы можете этого не замечать, но он перманентно всегда включен, когда у нас работают тазобедренные суставы. Отлично. Мы делаем шаг любой ногой вперед. Делаем ноги в разножку. В такой руки оставляем параллельно друг к другу. И начинаем работать так же. Но когда мы уже делаем движение назад, у нас идет небольшое скручивание. И здесь у нас будет уже работать ротация. То есть не только сгибать тазобедренные суставы, но и вращаться поясничное дело. Делайте это в комфортном для вас темпе. Чувствуете, как у вас вытягивается макушка вперед, а таз направление в другую сторону. Пожалуйста, не забирайте плечи на уши. Вы должны вытягиваться и работать только тазом. Замечательно. Мы с вами рука, которая ближе к ноге остается в опоре, там же. А дальняя нога и рука тоже уходят назад. То есть у нас получается трапеция с вами. Хорошо. Вот в этой трапеции мы продолжаем движение. И здесь уже у нас будет работать грудной отдел. Чем больше вы делаете расстояние между рукой и ногой, тем больше у вас есть вытяжение. Не бойтесь уходить тазом вниз, назад к пяткам. Только, пожалуйста, не киваем. Стабильность удерживаем. Тем больше у вас вытягивается вся линия вслед за рукой. Вот широчайшие мышцы. Да, даже от мышц поясничного отдела. Последний раз. Замечательно. Меняем. Сначала у нас руки стоят параллельно. Нога у нас уходит вперед. И мы работаем только на ротацию таза. И раз. И два. И три. Макушка вытягивается вперед. Руки раздвигают коврик. То есть у нас напряжение в руках тоже присутствует, чтобы была включенная мускулатура. Семь. Восемь. Двигаем левую руку. У нас левая нога, левая рука вперед. И продолжаем движение. Вперед, назад. У вас это может быть совсем маленькая амплитуда. Мне, конечно, важно показать, чтобы вы через камеру увидели движение таза. Но оно может быть совсем небольшим в вашем комфортном состоянии. Если вы где-то чувствуете дискомфорт, вернитесь на шаг назад. То есть делайте с руками на одной параллели и ноги тоже на одной параллели. То есть вы не должны чувствовать острых движений, острых ощущений. У вас, наоборот, должно быть облегчение. У нас последний раз. Замечательно. Ноги вместе. Мягко присаживаемся и вытягиваем с вами макушку вверх. Почувствуйте, как вы сидите на седали шамбуграх. И скатывайтесь. Округляйте поясницу. И снова вверх вытягивайтесь. Еще вниз. И наверх. И вниз. И наверх. И вниз. И наверх. Сейчас нам с вами понадобится скрученный коврик. Мы скручиваем коврик и подкладываем его под крестцовый отдел. Итак, нам понадобится коврик. Если у вас есть ролл, будет замечательно, если это будет ролл. Но если нет ролла, коврик есть у всех. Либо свернутое полотенце. Туга, да? Мы его располагаем под крестцовым отделом. И располагаемся на спине. Наша задача сделать так, чтобы у нас таз мог двигаться на этом ролле. И поясница была в свободном положении. Не гамаком еще. То есть потом мы сдвинем чуть-чуть дальше, чтобы поясница совсем провисла. Итак, в этом положении мы сейчас начнем также работать с вами тазом. Как мы делали тазовые часы. Но уже как бы стараясь вытолкнуть из-под себя ролл. То есть мы наклоняем таз к себе. И стараемся крестцовым отделом как будто надавить на него. И потом в исходное положение. То есть по факту у нас поясница гамаком. Пресс очень хорошо включен. И потом в исходное положение восьевого вытяжения. Руки у нас вниз, макушка тянется вперед. Надавили на ролл. И расслабили. И еще надавили, вытащили его, как будто толкнули. И расслабили. И еще раз. И два. И три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ролл расположили чуть дальше. Убрали поясницу в гамак. То есть она такая провалилась. Подтянули две ноги к себе. Почувствовали, что у нас удобное положение. И коврик лежит только точно под крестцовым отделом. Мы захватываем с вами одну ногу. А вторую ногу вытягиваем вниз. В этом положении у нас будет вытягиваться подвздошно-поясничная мышца. Она прям как будто из ребер будет вытягиваться. К себе. Мягко вдоль пола вытягиваем, насколько получается. А мышца у нас, точнее, поясница гамаком. То есть не прогибайтесь, не уходите. Надо вот как раз вот съехать с коврика и сильно напрячь пресс. И выстянуть. Нога не точно ровно уйдет. Она немножко будет в диагонали. Ничего страшного в этом нет. И обратно. Повторим еще по три раза с каждой ноги. И к себе. И вперед. И в себя. И еще вниз. Замечательно. Последний. Вниз. Отлично. Мягко убираем коврик из-под себя. Захватываемся. Сейчас совсем уберу. Захватываемся с вами за колени. Голова делает кивок. И мы стараемся давить в ладошки коленями, чтобы приподняться. Вот через такой подъем мы поднимаемся в круглое положение. Вытягиваемся наверх макушкой. Дальше скатываемся крестцовым отделом вниз. Вытягиваемся на руках. Подбородок тянется к груди. И медленно-медленно, ползя лапками по полу, мы перекатываемся обратно. Прижимаем колени к грудной клетке. Повторяем так три раза. На выдохе. Круглое положение. Вытянутые. Вниз. Вниз. Круглое. Замечательно. Еще два раза. Кивок хороший. Пресс включенный. Давим ладошками в колени. Подтягиваем себя в круглое положение. Вытянулись макушкой. Скатились. Замечательно. Через бок вырастаем. Наше занятие подошло к концу. Я думаю, что уже к концу занятия вы чувствуете ощутимое облегчение в поясничном отделе. То есть, если у вас чувствуете, что у вас есть какой-то дискомфорт, эта тренировка поможет. Но это не спасение от самой боли. То есть, боль уйдет на какое-то время. Но если у вас неправильно работают нижние части звеньев, либо верхние, то, соответственно, эта боль снова придет. Поэтому обязательно ищите причину. Работайте с недостающим звеном. Тазобедренный грудной отдел, как правило, это. И, соответственно, тогда вы уже не будете чувствовать этой боли никогда. Берегите себя. Будьте здоровы. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Мне очень приятно. И жду вас до новых встреч на следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok